Это проект «Неделя Мариуполя» на общественном телевидении Донбасса. Меня зовут Юлия Диденко. Каждую пятницу мы будем говорить об основных проблемах города и искать способы их решения вместе с вами. Тема нашей сегодняшней программы «Безработица в Мариуполе». Наличие этой проблемы не отрицают ни высшие государственные чины, ни политики и чиновники на местном уровне. Однако системного подхода по борьбе с безработицей в Украине не было и нет. Уволенные и сокращенные люди в Мариуполе остаются один на один со своими проблемами. Об этом в нашем первом сюжете. За последние два года в Мариуполе увеличилось количество безработных. Одной из причин стали сокращения на крупных предприятиях, в частности на заводе «Азовмаш». Некогда перспективное производство сегодня находится в упадке. Сейчас на эту проблему обратили внимание не только местные политики, но и народные депутаты. Поэтому сейчас в бюджете предпочено 113 миллиардов гривен на оборону. Я хочу, чтобы часть оборонного замовления разместили на «Азовмаш». И сейчас мы добиваемся этого. Мы встретились со всем коллективом, посетили цехи, где можно производить технику. Обсудили, какие заказы в ближайшее время может Министерство обороны разместить на производственных мощностях «Азовмаша». По словам нардепов, размещение заказов на «Азовмаш» от Министерства обороны должно восстановить и рабочие места. Однако бывшие сотрудники предприятия не уверены, что полноценное возобновление работы завода в ближайшее время возможно. Сколько там всего вывезено на металл, сколько вырезано, вывезено, пропали станки. Просто пропали. Это я точно знаю. Допустим, где-то даже проводка электрическая в некоторых цехах, которые, естественно, там не работают, только приходят, проверяют. Даже проводки, провода пропали. Кроме того, предприятие на сегодняшний день имеет и серьезные долги по заработной плате перед бывшими сотрудниками. Вот как было подано судебное заявление на завод «Азовмаш», чтобы выплатили задолженность 24 тысячи. С апреля месяца по сегодняшний момент уже год как. Мы не можем никак получить деньги. Людмила Михалко проработала на «Азовмаш» последние 10 лет. Она занимала разные должности на заводе. По ее словам, сокращения шли в течение всего срока ее работы, а с августа 2014 стали массовыми. Каждый год было сокращение. Постоянно, как шла оптимизация производства, да, постоянно люди сокращались, сокращались, сокращались. То есть, соответственно, человек сократился, точка его сократилась, а работа она никуда не делась. Людмила имеет высшее образование. С завода решила уйти по собственному желанию, потому что зарплату не получала в течение 7 месяцев. Она говорит, что работу в Мариуполе искала самостоятельно и достаточно долго. Я несколько месяцев искала работу, нашла в частной фирме, в оптовой, проработав несколько месяцев, просто операционистом. Сегодня компания, в которой работала Людмила, приостановила свою деятельность в Мариуполе. Бывшая сотрудница «Азовмаша» впервые в жизни стала на учет в Центр занятости, получает пособия, проходит курсы по ведению собственного бизнеса. Я привыкла много лет работать на кого-то, просто в какой-то должности, на кого-то, выполняя свои обязанности. Мне тяжело перестроиться, но есть направление к этому. Я так надеюсь, что я смогу себя перестроить и чему-то научиться. Людмила понимает, что при открытии своего дела ей придется столкнуться со многими трудностями. Но считает этот вариант развития карьеры более перспективным, чем возвращение на завод. Я напоминаю нашим зрителям, это проект «Неделя Мариуполя». Наши программы и сюжеты будут доступны на YouTube-канале общественного телевидения Донбасса, на сайте наших партнеров 0629, а также в эфире Донецкой областной телерадиокомпании. Сегодня мы в студии обсуждаем проблемы безработицы в Мариуполе. И у нас в гостях директор Мариупольского городского центра занятости Юрий Павлович Чуприн. Здравствуйте. Юрий Павлович, расскажите, сколько сейчас безработных в Мариуполе? Я могу сказать о цифре, которая так называемая фиксированная безработица. То есть те люди, которые социально не обеспеченные, они пришли в центр занятости за подбором и помощью в подборе им работы и поиски. И эти люди состоят на учете, получают пособия на период поиска им работы. Таких сегодня, на сегодняшнее число 5528 человек. Ну, это, естественно, цифра меняется, процесс динамический. Но в целом, в конце прошлого года и в этом квартале где-то от 5200 до 5500 человек, вот эта цифра. Надо понимать, что, я еще раз повторю, что люди, которые приходят в центр занятости, они приходят для того, чтобы оказывали помощь в работе, в поиске работы. Есть люди, которые наиболее активные, они в состоянии сами работать и сами искать себе работу. Но те, которые, есть такое слово украинское, деспроможник, они в состоянии себе найти работу. Вот те обращаются к нам, и мы имеем полный арсенал возможностей оказать им помощь. Какой этот арсенал? Что он в себя включает? Чем вы можете помочь конкретно? Первое, это так называемая пассивная мера. Пассивная мера – это выплата пособия. Для того, чтобы человек мог содержать себя, семью, ему выплачивать пособию по безработице. Наши специалисты работают с работодателями города, они получают вакансии из предприятий, учреждений, организаций и подыскивают работу, подходящую для наших безработных. Если на рынке труда той работы, которая является подходящей для наших клиентов, не существует, мы предлагаем переобучиться. Они у вас проходят переобучение? Или вы находите какие-то курсы, сотрудничаете с университетами? Система государственная и учреждения, организации, предприятия, которые могут обучать другой профессии, они проходят специальный отбор, конкурсный тендер по закупкам государственных учреждений. Поэтому раз в год Донецкий областной центр занятости проводит такой конкурс. И как в Мариуполе, так и в других городах Донецкой области и Украины есть такие учебные заведения, в которых можно переобучиться. Можно выехать в другую область. Вот служба занятости производит это переобучение бесплатно. На этот период выплачивается помощь и пособия, на этот период оплачивается проживание. То есть человек может переобучиться, получить новую специальность, которая у вас требована на рынке труда, и после этого успешно трудоустроится. Какие процентные соотношения тех людей, которые к вам обращаются и по итогу находят работу? Где-то 30% однозначно мы успешно способствуем трудоустройству тех людей, которые к нам приходят. Это однозначно. Есть люди, которые, да, остальные сами трудоустраиваются, остальные поступают на учебу и так далее. То есть у нас, как бы, есть, конечно, свои проблемы, если человек работал начальником производства, начальником цеха, руководителем небольшого предприятия, к примеру, да, найти такую работу – проблема, правильно, да? Поэтому для него мы можем предложить свое дело начать, стать предпринимателем. И то пособие, которое ему положено в течение года, мы можем консолидированно выплатить, и он станет предпринимателем. Кроме этого, мы активно работаем еще и с иностранными представительствами, с представительствами права ООН и датскими. Вот, они предлагают, ну, небольшое, но все-таки, ну, не кредитование, а гранты выплаты дополнительно к тем средствам, которые мы выполняем. Это является, конечно, дополнительным подспорьем и реально гарантирует стабильность бизнеса, которая... Но финансирование, кредитование тоже производилось. Здесь Донецкая область администрации был специальный отдел развития малого бизнеса, и в этом плане тоже происходили кредитования, львотные кредитования для тех людей, которые развивали свой бизнес. То есть это вопрос такой, не стоящий на месте, он динамический вопрос. И различные формы были, есть. И, наверное, другие будут еще. Но сегодня гранты представляют. Спасибо, хорошо. Мы задавали вопрос в соцсетях нашим зрителям постоянным и спрашивали у них, каким образом они находят работу. Основная масса отвечала, что они находят работу через интернет или на втором месте через знакомых. Как вы вот с новыми технологиями? Да, сегодня реформируется служба занятости. Сегодня привносятся новые метры работы вот такие, как элементы, как работа по типу рекрутинговых агентств. То есть акцент делается на то, чтобы работодателям помочь найти людей, работников по квалификации и по специальности необходимой. То есть то направление, которое выделяет и работает рекрутинг. Рекрутинг — это совсем не государственная служба занятости, это предприятие, которое работает себе на прибыль. Но форма работы и поле их деятельности — это именно оказание услуг работодателям по поиску им квалифицированных рабочих сил. У нас изменилась технология обслуживания населения, введенные по нашей инициативе, так называемые колл-центры, которые непосредственно работают с работодателями в режиме онлайн для того, чтобы, когда наш безработный приходит, чтобы сразу в свое время нужно было связаться с работодателями и найти человеку работу. Процесс вот такого улучшения, совершенствования, модернизации службы занятости, он сегодня идет, работает. Спасибо большое, Юрий Павлович. Я напоминаю нашим зрителям, что мы в эфире общественного телевидения Донбасса. Сегодня мы пообщались с директором Мариупольского центра занятости. Я вас еще раз благодарю. Тех, кто рискнул открыть свое дело, на самом деле больше, чем кажется на первый взгляд. Каков он? Путь малого и среднего бизнеса. Нашим журналистам рассказали мариупольские предприниматели. Оставшись без работы, начать свой бизнес решаются немногие. Кто-то сомневается в своих силах, а у кого-то нет денег. Сейчас Украина находится в фокусе внимания, и иностранные фонды активно выделяют гранты для поддержки новых бизнес-проектов. Таким шансом воспользовался Игорь Терновой. Он работал поваром, преподавателем в УЗИ, главным бухгалтером. После увольнения остался без работы. Устроился в центр занятости. Объявили грант на получение помощи от правительства Японии. Но свои средства тоже пришлось вложить. К сожалению, нельзя сказать, что мы сами не вкладывали сюда собственные средства. Безусловно, сюда вложены собственные средства и немалые. Я думаю, что тут, скажем так, есть официальная часть, то, что мы обязаны были вложить, это порядка 25%. Но на самом деле есть еще порядка такой же, я думаю, чуть больше суммы, которые мы вынуждены были потратить уже вне гранта, для того, чтобы привести в больше порядок и помещение, и так далее. И все, что здесь необходимо, всю инфраструктуру. Его пекарня находится в спальном районе. Хлеб выпекают ежедневно. Есть у пекарни и страницы в соцсетях. Не обходится и без сложностей. Самый, конечно, такой был сложный момент, это вот момент технологии, но это было предсказуемо. Технология сложная, вот работа с людьми тоже очень сложная, потому что подобрать хорошие кадры – это проблема. И самое, конечно, главное – это сейчас вопрос сбыта. Мы свою продукцию не реализуем оптом, потому что мы не заинтересованы в этом. Тем не менее, он уверен, что за мелким и средним бизнесом будущее. Александр решил пойти другим путем, без использования гранта. Из-за кризиса в 2008 году фирма, в которой он работал, начала сокращение. Ждать, пока до него дойдет очередь, не стал, а ушел сам в свое рекламное агентство. Я не могу сказать, что жизнь к предпринимателям отвернулась от них, и для них все плохо. Они все равно стараются работать и зависеть только от себя, на самом деле. Поэтому для них, скажем, нет такого, что сегодня хорошо, завтра плохо. Для них всегда как-то надо идти вперед. Скажите, а оно стоит того, чтобы идти вперед? Ну, конечно, стоит. Существующие законы не всегда на стороне предпринимателя. Мне кажется, что законодательство сейчас закрывает глаза на существование мелкого бизнеса. И сейчас идут какие-то там процессы в стране, которые для мелкого бизнеса делают вид, что он как бы есть, он работает, на нем что-то там зиждется. Но реальной поддержки мы не видим, потому что налоговые льготы, которые обещали, они почему-то до сих пор еще никаким образом на нас не действуют. И помощи реальной я особо не вижу. Но большим плюсом считает внедрение системы Прозора. Мелкий бизнес становится ближе к госзакупкам, а значит, есть возможность увеличить товарооборот. Главное, советует он, не бояться начать. Я напоминаю, это программа «Неделя Мариуполя» на общественном телевидении Донбасса. Сегодня мы говорим о проблемах безработицы в Мариуполе. И одной из возможностей снижать определенным образом безработицу является стимулирование малого и среднего бизнеса. Об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями в студии. Это Александр Валерьевич Галтвенко, заместитель городского головы. Здравствуйте. Добрый день. И представитель общественной организации «Сила предпринимателей» Мария Бубнова. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, первый вопрос у меня к вам, Александр Валерьевич. Скажите, пожалуйста, какие планируются шаги предпринимать муниципальная власть для поддержки малого и среднего бизнеса в Мариуполе? В первую очередь на сегодняшний день проанализирована полностью вся территория города Мариуполя. Предложено ее структурировать на определенные кластеры, в которых можно развивать определенные виды бизнеса. У нас есть замечательный потенциал в городе, потенциал огромных парковых территорий, на которых можно развить малый бизнес в городе. Это замечательный приморский парк, это склон к морю, который дальше спускается вниз. Есть потенциал к развитию набережной в городе Мариуполе, и это определенный тоже сегмент, в том числе и поддержки, и развития малого бизнеса в городе Мариуполе. Помимо этого, сейчас разрабатывается комплексный проект реконструкции парка Гурова, где тоже есть определенный потенциал к развитию и освоению этой территории. На этой территории уже в настоящее время ведет строительство частный предприниматель, который строит зоопарк. На этой же территории в настоящее время комбинат Ильича передал экстрим-парк, который у нас заработает 1 мая и откроется, и примет уже первых посетителей. Это тоже потенциал к развитию малого бизнеса, потому что когда вот такие вот инфраструктурные вещи открываются в парковой зоне, на этой же территории могут параллельно начинать развиваться малые предприниматели. Эта территория будет привлекать к себе потенциальных клиентов, которые будут востребованы здесь, где могут располагаться развлекательные дополнительные вещи, как батуты, выпуск сладкой ваты и так далее, и много-много-много разных мелких направлений. Да, но территория это вот только одна часть, но малый и средний бизнес еще как бы... Да, у нас многогранный в городе, поэтому нельзя рассматривать малый бизнес только как обслуживающую сферу. В настоящее время в городе есть потенциал к развитию в том числе и небольших промышленных территорий. Департамент экономики подготовил так называемую инвестиционную карту города Мариуполя, где в открытую будет предоставлена возможность выбрать земельные участки подведения какого-то бизнеса по упрощенной схеме оформления. Помимо этого, на этих территориях могут развиться как иностранные компании, да, привести сюда свой капитал и дать толчок развитию бизнеса, так и местные предприниматели, которые хотели бы возобновить те небольшие производства, которые существовали в Мариуполе до определенного времени и, к сожалению, либо переехали куда-то с учетом тех событий, которые происходили в городе, либо, не знаю, по каким-то причинам приостановили свою работу. Поэтому в этом направлении тоже город очень активно работает. Мария, скажите, вы чувствуете вот как предприниматель, представитель малого и среднего бизнеса помощь и поддержку со стороны власти? Я как представитель общественной организации малых предпринимателей, да, вижу не поддержку, а наоборот. Малый бизнес, тот, который задействован в торговой сфере, это такие предприниматели, как работники выносной торговли, чувствуют со стороны власти не то чтобы поддержку, а даже наоборот. То есть, сердчески стараются ущемить права таких людей, предпринимателей, именно самозанятого населения в этой сфере бизнеса. Мы видим, что власть не идет навстречу, что подменяет понятия, путая выносную торговлю, например, со стихийной, хотя это абсолютно разные вещи. И пока что диалог нет, потому что то положение, которое предложили разработать вместе с предпринимателями Юрий Кампов и Степан Максма, они вводят на обложение, сразу предложили разработать сезонную торговлю. Хотя в законодательстве ясно, что есть выносная торговля. И мы настаиваем на то, чтобы нас услышали и разработали требования не к месту расположения, где можно либо нельзя торговать, а к внешнему виду, потому что... Вот вы говорите, что нет диалога, тем не менее в нашей студии вот Александр Валерьевич. И диалог может, возможен. Да, возможен диалог. Александр Валерьевич в студии поговорим. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем сможем вести переговоры в этом направлении. Просто он сейчас разговаривал о другом чуть виде бизнеса. Я так понимаю, что вот парковые зоны — это же тоже возможность для вас? Возможность именно для торговли, для сезонной — да. А выносная торговля, она предполагает работать весь город, весь год. То есть это и продуктовая форма, и промтовары. То есть те люди, которые работают, да и не в парковых зонах работают, они, говорят, работают на улицах города, на прилежащих домах территории. Также и на улице Казанцева есть пару предпринимателей, которые официально трудоустроены, которые платят налоги и являются частными предпринимателями. Александр Валерьевич, так в чем тут проблема? Позволь, наверное, я не согласится с Марией. Смотрите, на том же примере перекресток проспекта Мира и Казанцева, когда все горожали, наверное, хорошо знают тот блошиный рынок, который, к сожалению, у нас расположился в центральной части города, когда городской голова провел встречу с предпринимателями, которые торговали на этой территории, и обозначил, что в кратчайшие сроки эта проблема будет решена цивилизованным правильным путем. Что сделано? На сегодняшний день на территории так называемого трамвайного кольца организован полноценный социальный рынок, где установлены торговые прилавки, соответствующие стандартам работы на рынках, установлены биотуалеты, имеются мусорные контейнеры. И те предприниматели, которые торговали на этой территории, имеют полную возможность перейти на уже цивилизованную, подготовленную территорию под именно ведение мелкого бизнеса. Бабушки, которые торговали на этой территории, к сожалению, с учетом, наверное, очень низкого уровня жизни у нас в целом в государстве, вещами, которые были БУ, торгуют на этой территории абсолютно бесплатно. Эти места им предоставлены предпринимателям, которые ведут именно коммерческую торговлю. Эти места, да, предоставляются с учетом рыночного сбора, но там достаточно социальные цены. С учетом того, что эти места уже облагорожены, это не мешает проходу горожан по центральной части города. И какие это цены? Ну, давайте я, наверное, не буду называть конкретные цифры. Пусть эти цифры назовут сами предприниматели, которые торговляют на этой территории. Мария, какие это цены? Какие это цифры, они для вас приемлемы или нет? Я хочу сказать, что на Башино в рынке предпринимателей было немного. Это была стихийная торговля. Я говорю именно о предпринимателях, которые имеют свидетельство физического предприимства, свидетельство платника и бедного податка, накладни на товар. Но на пересечении Мира и Казанцева были такие? На Мира и Казанцева. Когда была создана правильная альтернатива с соответствующими условиями, и предпринимателям было предложено перейти на цивилизованную работу. По-моему, это очень удачный пример, который реализован в городе Мариуполе. Он не реализован до конца, потому что те условия, которые были созданы на трамвайном пыльце, не всем именно предпринимателям подходят. Там есть предприниматели, девушка занимается реализацией косметики. Это ее точка, она там стоит уже много лет. У нее все документы. Она хотела на этом именно месте поставить маленький магазинчик, то есть МАФ. У нее не позволяет ее сфера, чем она занимается, работать в том кольце, потому что там нет условий, например, для такого вида деятельности. Так же, как и занимаются предприниматели именно оптикой. Они не пойдут торговать в трамвайное кольцо. И тут даже не идет речь о социальных ценах. Такие предприниматели готовы платить поевую часть в город, допустим, за установленный объект торговли. Но там, где они сейчас находятся. Это не в центре города, Казанцево. Это не на памятнике Висоцкого, а ближе к центральному рынку. Но не надо их посылать в аренду к другому предпринимателю, то есть владельцу центрального рынка. Потому что это не городская собственность. То есть там аренда берется, но она идет не в городскую, а в частную предпринимателю. Зачем смешивать один бизнес, предоставление помещений с другим бизнесом, когда люди могут работать без посторонней помощи. Возвращаясь опять-таки к вопросу все-таки более уже специализированных товаров, которые продаются на территории города Мариуполя, то, наверное, гораздо правильнее эти товары продавать действительно в небольших магазинах, специально предназначенных для этого. Поэтому на сегодняшний день вместе как с предпринимателями, так и общественниками, заинтересованными в этом направлении, город абсолютно открыто, наверное, впервые за всю историю города Мариуполя подготовил положение по малым архитектурным формам, по требованиям к малым архитектурным формам, как они должны выглядеть, как эти архитектурные формы, где они могут располагаться, в какой части города. Городской совет на сегодняшний день заключил с Криворожским институтом целый проект по выкипровке всего города Мариуполя, где институт, основываясь на нормативах, на правилах торговли, на правилах расположения магазинов, предложит оптимальные места, где могут располагаться такие небольшие магазинчики. Эти магазины должны быть в городе, эти магазины в том числе должны быть и в центральной части города, потому что это тоже будет украшением наших центральных улиц. И я думаю, что предприниматели должны объединяться вместе, создавать небольшие уже предприятия, организовываться в современные магазины и переходить действительно на европейский город. Да, но есть ли возможность у предпринимателей это сделать? Если это мелкий бизнес? Не у всех предпринимателей есть возможность поставить себе такой маф. Я понимаю, да, можно объединяться, но почему не разработать единый вид, внешний вид, именно для выносной торговли? Это может быть объект, который будет аккуратный Авито, просто с открытым, передней стенкой, например. Но это будет выносная торговля, потому что это будет мобильная, там не надо оставлять товар на ночь, потому что обезопасить себя от кражи. То есть, если какие-то ремонтные работы или что-то коммуникации под этим объектом, то его легко демонтировать без ущерба для предпринимателя. То есть, потому что мафы будут ставиться согласно каким-либо нормам. То есть, чтобы не мешать коммуникациям, если какой-то ремонт надо сделать, то выносная торговля намного мобильнее. Предприниматели постоянно испытывают проблемы, тем более в Мариуполе, в Донецкой и Луганской областях, с кредитованием. Каким-то образом местная власть думает об этой проблеме, и какие есть возможности решить ее? Да, на сегодняшний день, к сожалению, это очень существенная проблема не только для предпринимателей Мариуполя, но и, наверное, для всех, кто ведет бизнес вот здесь, вот на территории, попавшей в зону АТО. К сожалению, вот эта вот приставка «зона АТО» очень много накладывает факторов, негативно влияющих на развитие бизнеса. Банковская система в том же Мариуполе не может выдавать кредиты под ведение бизнеса, не может обслуживать эти кредиты. И это в том числе тормозит развитие бизнеса в Мариуполе. Поэтому на сегодняшний день предложен ряд решений, которые переданы нашим депутатам, избранным от города Мариуполя в Киев, о том, чтобы разделить понятия по АТО, когда мы снимем те ограничения, которые накладывает, к сожалению, этот законопроект на экономику города. И те блага, те дополнительные надбавки, которые должны получать наши военные, находящиеся здесь, на территории Мариуполя и защищающие его границы. Тем не менее, вот не все согласны с отменой, так скажем, этой формулировки. И сейчас очень большая волна идет против этого. И люди с непониманием говорят, как это не статус АТО. Мы же здесь слышим взрывы. Мы же здесь постоянно находимся в страхе. Ну, здесь, я думаю, что на сегодняшний день, слава богу, ситуация все-таки стабилизировалась конкретно в Мариуполе. Да, недалеко от Мариуполя, действительно, это линия соприкосновения. Но эта линия соприкосновения... Это 20 километров. ...стабильный характер. И еще раз подчеркиваю, военнослужащие, которые находятся здесь, у нас на территории, должны действительно получать дополнительное финансирование, потому что они находятся здесь. И это дополнительный риск, который они несут. Но и те ограничения, которые эта приставка несет именно для развития бизнеса в Мариуполе, это, наверное, существенные ограничения. Вот хороший пример, наверное, тот же предприниматель, который строит зоопарк в городе, он обратился в банковскую систему... Такое чувство, что он у нас один. Вы постоянно о нем говорите. К сожалению, наверное, он удобен в качестве примеров. Он обратился в банковскую систему за получением кредита и не смог его взять даже под залог недвижимости. Потому что банковская система не может работать в таких условиях. И здесь надо, еще раз подчеркиваю, разграничить понятие экономика и дополнительные надбавки нашим военнослужащим, которые обязательно должны быть здесь. Как вы считаете, Мария, вот какая-то помощь в кредитовании, она бы вам помогла? Да, конечно. Дополнительная финансовая помощь никому не помешает, да? Но смотри, какие это будут условия. То есть смотря под какой проект и так далее. Рассматривать в любом случае можно все предложения, а уже каждый предприниматель будет сам решать, воспользоваться тем или иным предложением или нет. Потому что сейчас есть идеи прорабатывать каких-либо проектов под гранты. То есть это тема в обсуждении. Потому что организация села предпринимателей стручает с Новым Мариуполем. И совместные какие-то моменты возможны и для малого бизнеса тоже. Какие дальнейшие у власти с предпринимателями диалог? Что будет дальше? Я так понимаю, что 17-го числа будет следующая встреча, снова-таки возвращаясь к этой конкретной проблеме с выносной торговлей. Достигнут уже компромиссы или нет? Если позволите, я продолжу. Вот тот начатый разговор, который мы подняли по помощи в развитии и становлении малого бизнеса в Мариуполе, в ПГТУ, на базе ПГТУ, при поддержке европейских партнеров открыта современная школа развития именно малого предпринимательства в городе. Где на примере других городов, на примере европейского опыта ведется преподавание за счет европейских грантов, которые предоставлены по ведению именно маленького бизнеса, где в том числе и рекомендуют предпринимателям, если они хотят развиваться, объединяться в определенные группы, получать грантовые проекты, обращаться в банковскую систему за получением кредитов на развитие своего бизнеса и переходить на уровень выше, когда предприниматель переходит уже от небольшого бизнеса к более серьезным вещам, когда он получает статус уже предпринимателя с регистрацией в городе Мариуполе, с уплатой налогов, потому что те налоги, которые они платят в город, эти налоги направляются именно на развитие громады, на развитие города Мариуполя. За счет этих денег асфальтируются дороги в городе, приобретается транспорт в городе, поддерживается медицина и так далее, и так далее, и так далее. И все-таки вот есть ли уже решение проблемы вот насущное вот это? На следующей неделе у нас проходит до последнего, наверное, финализированное совещание по утверждению, я уверен в этом, финализированное совещание. Я вас приглашаю на это совещание, Александр Валерьевич. С удовольствием. Предприниматели будут рады вас там видеть, потому что то положение, которое предоставили нам, это было положение по сезонной торговле. Вы полностью надо переработать, потому что мы хотим видеть положение именно по выносной торговле, по разработке внешнего вида, точек, которые существуют уже в городе. И я понимаю, что надо поддерживать молодых предпринимателей, которые только хотят заняться предпринимательством, но я предлагаю тем предпринимателям, которые уже есть, уже не первый год работают, которые являются налогоплательщиками, им не мешать работать. Надо создать правила, но не запрещать этот вид деятельности, потому что то, что сейчас происходит, вписываются админпротоколы по 152-й статье, например. Это подал иск частный предприниматель Узбек Александр Валерьевич о том, что ему выписали 152-я статья, это незаконно установленный объект. Мы подаем иск на админкомиссию, чтобы правда восторжествовала, потому что до этого выписывали предпринимателям 160-ю статью, именно частным предпринимателям суды уже выиграли предприниматели. То есть правда на нашей стороне и закон тоже, потому что по этому положению мы будем разрабатывать очень тщательно. Я надеюсь, что смогут прийти к компромиссу и вы, Мария. Мы надеемся. Александр Валерьевич в лице власти, а также люди на улицах Мариуполя, которые действительно некоторыми моментами все-таки недовольны. Но верить в то, что все безработные смогут стать частными предпринимателями – утопия. Некоторым это не дано, а некоторым просто не нужно. Однако кормить свои семьи необходимо всем. Для этого нужно не просто ждать помощи со стороны, но и быть готовым соответствовать запросам рынка труда, уметь перепрофилироваться. Об этом в нашем следующем сюжете. В умах украинцев плотно укоренился стереотип о том, что Мариуполь – это город металлургов. На двух крупных медкомбинатах тут работает около 40 тысяч человек. Однако на сегодняшний день эта отрасль переживает не лучшие времена. В течение двух последних лет среди наиболее востребованных вакансий в Мариупольском центре занятости специальности, связанные с металлургией, теряют свои позиции. Из наиболее востребованных ушли профессии, связанные с металлургическим производством. Как бы потребность у этих специалистов покрывается за счет выпускников в наших учебных заведений и так далее. Сейчас центр занятости предлагает возможности для того, чтобы люди, которые потеряли свою работу, могли сменить специальность или открыть собственный бизнес. Мы предлагаем возможность либо повысить свою квалификацию для того, чтобы они смогли найти работу, либо получить профессию, которая более востребована на рынке труда. Есть у нас учебное заведение, которое обучают в городе Мариуполе по данным программам. Для людей старше 45 лет существует специальная программа для получения дополнительного образования. Они могут получить сертификат общей стоимостью 13 тысяч гривен, для того, чтобы заключить договор с любым учебным заведением по профессиям, которые утверждены Кабинетом Министровом Украины. Александр пошел работать на медкомбинат имени Ильича после окончания юридического факультета Мариупольского университета. Он проработал в заводе управления почти 10 лет. В сентябре 2014 года уволился с завода по собственному желанию. Я считаю, что жизнь на комбинате не заканчивается. И я проработал там, там. У меня абсолютно хорошие отношения остались с моим бывшим начальником, с коллективом. Я решил просто дальше, идти по жизни, искать что-то новое. Ну, как-то, наверное, исчерпал я. Захотелось мне каких-то уже чего-то нового, каких-то впечатлений новых в работе, чтобы не засиживаться на одном месте. После увольнения с завода Александр работал за границей, но вернулся в Мариуполь. Однако работа на медкомбинате его больше не интересовала. Решил не возвращаться на завод. Ну, как бы, ну, а зачем? Ну, я же там уже был. Последние полгода я занимался общественной, как бы, деятельностью. Ну, такой вот. И, ну, в принципе, я не могу сказать, что у меня там какие-то, да, постоянная работа. Ну, я пробовал себя в разных сферах, да, допустим. Денег я зарабатывал немного. Я не могу сказать, какие-то где-то получалось, где-то нет. Но, тем не менее, как бы, я приобрел опыт. И самое главное, я делал то, что я хотел. Работал то, над тем, чем я хотел, занимался тем, чем я хотел. Сегодня Александр принял решение совершить очередной поворот в карьере. Он успешно прошел отбор в новую полицию, проходит подготовку и в мае готовится приступить к новой работе. Ну, интересно, как бы, взаимодействовать с людьми, помогать им, ну, и, как бы, делать нашу, как бы, наше государство, наше общество лучше. По его словам, при поиске работы в Мариуполе важно не зацикливаться на стереотипах и выбирать ту сферу деятельности, которая, в первую очередь, интересна. Если ты, как бы, определи, что, чем бы ты хотел заниматься, тебе, как бы, тебе будет очень легко работать, если вообще это работой можно будет назвать, да, ты просто, это будет хобби, да, любимое дело, да. И, как бы, какая бы сложная экономическая ситуация не была, если ты специалист в каком-то направлении, ну, которое тебе нравится, ты там добьешься успехов, ты будешь востребован. Проблему безработицы мариупольцы ставят на одно из главных мест. Центр занятости помогает в трудоустройстве только 30% обратившихся к ним людей. Если же человек стремится открыть свой бизнес, он не всегда получает поддержку от власти, хотя ее представители заявляют об обратном. Только объединив усилия у малого и среднего бизнеса, есть возможность выжить и дать новые рабочие места мариупольцам. Чтобы оставаться в курсе всех событий, которые происходят в Мариуполе, подписывайтесь на страницы нашего проекта в социальных сетях, а также на YouTube-канал общественного телевидения Донбасса. С вами была Юлия Диденко. Встретимся на следующей неделе. Всего вам доброго. События на Донбассе порождают лавину манипуляций в СМИ и в интернете. Недостаток информации и откровенная ложь отравляют наших родных и друзей. Общественное телевидение Донбасса. Это журналисты Донецка и Луганска, заинтересованные донести до вас правду о происходящем, какой бы она ни была. Это эксперты, известные своим непредвзятым мнением. Это неудобные для власти темы. Болезненные для незащищенных слоев населения. Наши карпункты подробно освещают важнейшие события региона. За нашими прямыми эфирами, выпусками новостей и аналитическими программами можно следить в интернете и в эфире телеканалов-партнеров. Поддержите! Общественное телевидение Донбасса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова